Здесь дата производства, то есть здесь 6-го, здесь 19-го. И вот у вас много на чем получается, смотрите. Судя по этикетке магазина и опломбированной дате изготовителя, Невский сервелат помолодел на целую неделю. Дата упакования, вот она стоит, 6-го, 07-го, да? Здесь дата уже совершенно другая. Ошибка стажеров или сделана специально, сказать сложно даже работникам самого магазина. Просрочено? Не скажу вам. Ну как? Ну, давайте, грубо говоря, подробнее. Я же не должна вам комментировать это. Впрочем, многие покупатели знают о просрочке, но все равно приходят в этот магазин. Главное – внимательно смотреть этикетку и заводские пломбы, говорят горожане. Свою годность всегда смотрим. А чем вам нравится этот магазин? В принципе, ничем. Просто проходили мимо, зашли. Ну, бывает срок годности уже, овощи бывает. Сам понимаете, вы же видите, ну вот. А так в магазине плохой. Ну, а ценам, конечно, можно что-то выбрать, можно что-то купить. Аргумент в пользу низких цен также приводят и работники магазина. А негодный товар, по их словам, это происки конкурентов. Другим магазинам таких залов. Потому что эта монетка все мешает. И почему такое, что она такая, она никогда не откроется. Потому что низкие цены. Магазин «Монетка» в рамках проекта «Народный контроль» мы посещаем не первый раз. И каждый раз находили какие-то просроченные товары. Вот, например, сегодня, после 15 минут нахождения в данном магазине, вот такая вот большая корзинка. И все это испорченные или просроченные продукты. Также имеются продукты, на которых не указана дата изготовления. Помимо негодных к употреблению продуктов питания, фруктов и овощей, у этого магазина еще один минус – поломанная плитка на полу. Она не только мешает передвижению с тележкой, но и может стать причиной травм. Так как можно споткнуться. Евгений Петров, Ильшат Ракаев, Новости Губкинского.